Михаил Зощенко. Не надо спекулировать. Пока мы тут с вами решаем разные ответственные вопросы насчет колхозов и промфинплана, жизнь идет своим чередом. Люди устраивают свою судьбу, женятся, выходят замуж, заботятся о своем личном счастье. А некоторые даже жулят и спекулируют. Конечно, в настоящее время спекулировать довольно затруднительно. Но вместе с тем находятся граждане, которые придумывают чего-то такое свеженькое в этой области. Вот об одной такой спекуляции я и хочу вам рассказать. Тем более факт довольно забавный. И тем более это истинное происшествие. Один мой родственник прибыл из провинции и поделился со мной этой новостью. Одна симферопольская жительница, зубной врач О, вдова по происхождению, решила выйти замуж. Ну, а замуж в настоящее время выйти не так-то просто. Тем более, если дама интеллигентная и ей охота видеть вокруг себя тоже интеллигентного, созвучного с ней субъекта. В нашей пролетарской стране вопрос об интеллигентах вопрос пока довольно острый. Проблема кадров еще не разрешена в положительном смысле. А тут я извиняюсь, женихи, ясное дело, что интеллигентных женихов нынче немного. То есть есть, конечно, но все они какие-то такие. Или уже женатые, или уже имеют две-три семьи, или вообще лишенцы. Что, конечно, тоже не сахар в супружеской жизни. И вот при такой ситуации живет в Симферополе вдова, которая в прошлом году потеряла мужа. Он у ней умер от туберкулеза. Вот, значит, помер у ней муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. А, думает, ерунда. А после видит, нет, далеко не ерунда. Женихи по свету не бегают пачками. И, конечно, загоревала. И вот, значит, горюет она около года и рассказывает о своем горе молочнице. К ней ходила молочница, молоко приносила. Поскольку муж у ней помер от туберкулеза, так вот она начала заботиться о себе. Усиленно питалась. Вот она пьет молоко около года, поправляется. И, между прочим, имеет дамский обывательский разговор со своей молочницей. Неизвестно, с чего у них началось. Наверное, она пришла на кухню и разговорилась. Вот, мол, продукты дорожают. Молоко, дескать, жидковатое. И вообще женихов нету. Молочница говорит. Да, мол, безусловно. Чего-чего, а этого мало. Зубной врач говорит. Зарабатываю подходяще. Все у меня есть. Квартира, обстановка, деньжатта. И сама говорит. Я не такое уж мурло. А вот, подите ж, вторично замуж выйти. Буквально не в состоянии. Прямо хоть в газете печатай объявление. Молочница говорит. Ну, говорит. Газета – это не разговор. А чего-нибудь такое надо, конечно, придумать. Зубной врач отвечает. В крайнем случае, я бы, говорит, и денег не пожалела. Дала бы денег той, которая меня познакомит в смысле брака. Молочница спрашивает. А много ли вы дадите? Да, говорит, врачиха, смотря какой человек отыщется. Если, конечно, он интеллигент и женится, то, говорит, червонца три я бы дала, не сморгнув глазом. Молочница говорит. Три, говорит, это мало. Давайте пять червонцев. Тогда я вам подыму это дело. У меня, говорит, есть на примете подходящий человек. Да может, он неинтеллигентный, говорит врачиха. Может, он крючник. Нет, говорит, зачем крючник. Он очень интеллигентный, он монтер. Он полностью закончил семилетку. Но, врачиха говорит, тогда вы меня с ним познакомьте. Вот вам пока червонец за труды. И вот на этом они расстаются. А надо сказать, у молочницы ничего такого не было на примете, кроме собственного ее супруга. Но крупная сумма ее взволновала. И она начала прикидывать в своем мозгу, как бы ей попроще выбить деньги из рук этой врачихи. И вот приходит она домой и говорит своему супругу. Вот, мол, Николаша, чего получается? Можно, говорит, рублей пятьдесят схватить так себе. Здорово живешь. Без особых хлопот. И, значит, рассказывает ему всю суть дела. Мол, чего, если она нарочно познакомит его с этой разбогатевшей врачихой? А та с дуру возьмет, да и отсыплет ей пять червонцев. И, говорит, в крайнем случае, если она будет настаивать, можно и записаться. В настоящее время это не составляет труда. Сегодня ты распишешься, а завтра или там послезавтра обратный ход. А муж этой молочницы, этакий довольно красивый сукин сын с усиками, так ей говорит, очень отлично, пожалуйста. И, говорит, всегда определенно рад пятьдесят рублей взять ни за что. Другие ради такой суммы месяц работают. А тут такие пустяки записаться. И вот, значит, через пару дней молочница знакомит своего мужа с зубным врачом. Зубной врач сердечно радуется и без лишних слов и причитаний уплачивает молочнице деньги. Теперь складывается такая ситуация. Муж молочницы, этот известный трепач с усиками, срочно записывается с врачихой, переходит временно в ее апартаменты и пока что живет там. Так он живет пять дней, потом неделю, потом десять дней. Тогда приходит молочница. Так что, говорит, в чем же дело? Монтер говорит, да нет, я раздумал вернуться. Я, говорит, с этим врачом жить останусь. Мне тут как-то интереснее получается. Тут, правда, он схлопотал по физиономии за такое свое безобразное поведение, но мнение своего не изменил. Так и остался жить у врачихи. А врачиха, узнав про все, очень хохотала и сказала, что поскольку нет насилия, а есть свободный выбор, то инцидент исчерпан. Правда, молочница еще пару раз заходила на квартиру и дико скандалила, требуя возврата своего супруга. Однако ни черта хорошего из этого не вышло. Больше того, ей отказали от места, не велели больше носить молока во избежание дальнейших скандалов и драм. Так за пять червонцев скупая и корыстная молочница потеряла своего красивого, интеллигентного супруга. 1931 год. Любизные слушатели, любители и ценители литературы, прошу вас поддержать мое усердие при помощи соцсети ВКонтакте и канала Бусти. Ссылки в описании. Заранее благодарна. Редактор субтитров А.Семкин